30 часов без еды. В Сургуте пять женщин объявили голодовку в офисе одной из политических партий. Они организовали прямую трансляцию в соцсетях и требовали дать им субсидии на погашение ипотеки. Дело в том, что женщины были участницами окружной программы «Доступное жилье молодым». Но с наступлением 36-летнего возраста их из программы исключили. Голодающим на переговоры приехали представители окружной власти, директоры потечного агентства и омбудсмен. Компромисс найден спустя пять часов. В течение этого времени с участницами голодовки переговоры вели представители городской окружной власти, потечного агентства и полномочен по правам человека. Женщин выслушали, разъяснили нормы прав и в диалоге искали выход из сложившейся ситуации. Мы договорились о том, что с 16 сентября запускается опрос общественного мнения по этому направлению вопроса. И далее создается при уполномоченном по правам человека общественный совет по защите жилищных прав. Речь идет об окружной программе «Доступное жилье молодым». Все участницы протеста были исключены из него по достижению 36-летнего возраста. У голодающих было несколько требований к правительству. Это был наш крайний шаг. Мы хотели привлечь внимание к проблеме, что есть в регионе исключенные семьи в достаточном количестве, по которым не могут получить выплаты. По программе «Многодетная семья» мы требуем исключить цен с проживания и выплатить субсидии работникам бюджета. А еще признать программу провальной. Но с этим другая сторона представителей власти, уполномоченные по правам человека, категорически не согласны. Ведь в Югре с 2006 года дополнительную компенсацию процентной ставки или субсидию на погашение ипотечного кредитования получили около 30 тысяч семей. На общую сумму больше 20 миллиардов рублей. Для них существует множество других мер поддержки, в том числе и единовременные денежные выплаты, субсидии многодетным семьям, имеющим детей инвалидов и где проживают дети без родителей. Стоит отметить, что ограничение по возрасту в программе «Доступное жилье молодым» – это условие, закрепленное на федеральном уровне. На сегодняшний день около 7 тысяч семей исключены из нее. На окружном уровне уже давно решается вопрос о мерах поддержки этих югорчан. 6 740 семей. Порядка 3 тысяч семей уже включены в список претендентов на получение субсидий. На сегодняшний момент мы перед выдачей уведомления. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время эта ситуация будет локализована. И те граждане, которые состоят на учете, получат субсидии. Совет по защите жилищных прав будет рассматривать вопросы не только молодых семей, но и других категорий. Ну а голодовка женщин завершилась. Сейчас они вернулись к своим семьям и будут ждать общественного мнения. Наталья Анку, Тлиан Киямова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.